Европейский Союз подготовит 40 тысяч солдат украинской армии до конца года вместо 30 тысяч, как планировалось ранее. Такой новой цели накануне по итогам встречи с министрами обороны стран ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, 30 тысяч украинских защитников закончат тренинги уже к концу ноября. Также евродепутаты обсуждали выделение Украине 50 миллиардов евро для восстановления реформ. Подробности выяснял наш журналист. В Европейском парламенте в Комитете по иностранным делам обсуждали учреждение фонда для Украины. О создании этого фонда еще в июне на форуме восстановления Украины в Лондоне объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Речь идет о 50 миллиардах евро в течение следующих четырех лет. Новый инструмент, как мы называем facility, 50 миллиардов, это действительно очень-очень серьезный шаг вперед, который дает стабильность для той помощи, которую Европейский Союз обещал Украине. Европейский парламент хочет, чтобы этот фонд был создан с расчетом на будущую евроинтеграцию Украины. То есть задача не просто восстановить разрушенное Россией, но и подготовить украинскую экономику и госаппарат к евроинтеграции. Эта помощь, во-первых, покрывает бюджетные нужды Украины. Здесь только Европейский Союз создает специальный свой инструмент для того, чтобы каждый год не надо было бы опять решать эту проблему, как она решалась в конце прошлого года. Не секрет, что для восстановления Украины необходимо гораздо больше, чем 50 миллиардов евро. Пока идут боевые действия, вряд ли можно говорить об окончательной сумме. Но в мае этого года в докладе Организации Объединенных Наций «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы» речь шла о сумме в 411 миллиардов долларов. Поэтому предполагается, что в рамках украинского фонда будет разработана программа восстановления Украины, под которую можно будет привлекать финансирование не только стран Европейского Союза. В ходе дебатов звучали призывы использовать замороженные российские активы для финансирования проектов в Украине. Пока еврочиновники готовы лишь использовать проценты от этих средств. Речь идет о сумме примерно в 3 миллиарда евро в год. Я думаю, что это не хватает. Здесь надо говорить о том, как все эти 300 миллиардов, которые сегодня заморожены в Европейском Союзе, в других странах Запада, чтобы все эти деньги, все 300 миллиардов попали бы в Украину, как репарации за то, что сделала Россия во время этой войны. Пока в Брюсселе обсуждали экономические вопросы поддержки Украины, в испанском Толедо встречались министры обороны Европейского Союза. Коллеги министры, Украина будет снова в центре нашей дискуссии сегодня. Сначала мы получим актуальную информацию от министра обороны Украины. Он не сможет присоединиться к нам, но он планировал записать видеообращение. Затем мы фокусируемся на вкладе в обязательства безопасности для Украины. Общая тема та же – поддержка Украины, но теперь поставками оружия. Еще в июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил о планах сделать из Европейского фонда мира фонд для поддержки Украины и предоставить 20 миллиардов евро для закупки оружия для украинской армии на следующие 4 года. Помимо этой инициативы, в марте Европейский Союз взял на себя обязательство поставить в Украину более 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев. Мы инициировали программу «1 миллион снарядов для Украины» и мы должны продолжать ее. Мы все еще не выполнили ее. Мы доставили слишком мало. Мы должны делать больше. Мы должны спросить себя, можем ли мы сделать больше. И мой ответ здесь четкий – да, мы можем. Чиновники оценивают промежуточные итоги этой инициативы. Они понимают, что это большой объем, но все же еще недостаточный. «Мы должны покопаться в наших запасах. Во-вторых, мы должны посмотреть, сколько мы можем восстановить старых снарядов. И в-третьих, если этого тоже недостаточно, тогда мы должны рассмотреть опцию покупки в третьих странах». «Вопрос обороны Украины для них – это вопрос обороны Европейского Союза». «Мы говорили с самого начала, что один миллион – это минимум, который им необходим, потому что, когда мы рассматриваем расход, мы говорим о 6-7 тысячах снарядов в день. Однако в самые жаркие дни россияне используют 60-70 тысяч снарядов, то есть в 10 раз больше. Мы все понимаем, что даже когда мы отправим 1 миллион снарядов, то это поможет Украине, и они, конечно, в них нуждаются. Какие преимущества наших снарядов – они более точные». «До конца года Украина должна получить два инструмента финансирования от Европейского Союза. Один из них для восстановления экономики, инфраструктуры и реформ на 50 миллиардов евро, и второй для закупки оружия на 20 миллиардов евро. В сумме получается 70 миллиардов евро для помощи Украине. Создание этих механизмов позволит сделать поддержку Украины системной и долговременной, обеспечить бесперебойную помощь на несколько лет вперед. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала «Фридом». С нами на связи Андрей Рыженко, капитан первого ранга «Запаса», заместитель начальника штаба военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах. Андрей Алексеевич, здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире «Фридом». Доброе утро. Здравствуйте. В контексте помощи со стороны Европейского Союза, Украине, давайте начнем тему со снарядов. Вот о чем говорилось в конце материала от нашего коллеги Виталия Сизова. Напомним, что в марте этого года в ЕС приняли решение о передаче Украине миллиона снарядов в течение 12 месяцев. Тогда же журналисты разных западных изданий писали об определенном дефиците составляющих для таких снарядов. Да, вот, спасибо коллеги. Это так выглядит план о передаче Украине миллиона снарядов в течение года. Это предоставление и собственных запасов. Как я понимаю, этот трек уже идет уже давно. Заключение контрактов с частными компаниями и расширение собственного производства. Давайте начнем вот с конца. Насколько возможно в нынешних условиях как раз вот дефицита составляющих для производства боеприпасов интенсифицировать вот это само производство для того, чтобы достичь, ну не миллиона, понятное дело, что на этот пункт не будут надеяться, не будут надеяться в Европейском Союзе, но для того, чтобы хотя бы увеличить такое производство. Насколько это в принципе возможно? Ну это возможно. Как раз вот в период с марта по конец мая этот вопрос решался. Изучались возможности промышленности европейских стран. И в принципе, насколько мне известно, найдены возможности производства снарядов как старых, еще для советских систем, так и для снарядов новых натовского стандарта, в том числе калибра 155 миллиметров. Причем, что интересно, я так добавил бы еще четвертую позицию, вот тем трем, которые вы показали. Это производство оружия совместно с предприятиями Украины, Укроборонпрома, другими. Потому что мы знаем, что количество снарядов и мин на этих мощностях тоже увеличивается. А так, в целом, я думаю, в принципе, действительно мы видим достаточно большое такое покрытие в прессе вот этого процесса про миллион снарядов с бюджетом 2 миллиарда евро. Плюс еще дополнительно выделялись как раз 500 миллионов евро на развитие промышленности своей собственной европейских стран. Как раз вот для производства новых этих снарядов в наших интересах. Ну, вопрос как бы решается, потому что, ну, вот это, ну, вот такая структура менеджмента бизнеса, в том числе и военно-промышленного комплекса. Я думаю, что эти снаряды будут, а то, что вот сказал министр обороны Эстонии, это действительно так. Однако вот эти снаряды, они имеют очень хорошее качество, потому что очень выдерживается качество порохов и их количество необходимое. И это приводит к тому, что, ну, они очень точны, эти снаряды. Вот гораздо точнее, чем то, что было там, в общем-то, раньше еще там советских запасов и так далее. То есть, я думаю, процесс этот идет и сейчас дополнительно к этому снарядному, как бы, снарядной помощи, которая является, я сказал бы, одной из трех составляющих, опять же, для нас, если смотреть глазами Украины. Первый Европейский Союз, второе Соединенные Штаты, они тоже много дают снарядов. И тоже, кстати, решают вопрос по их производству, там, дополнительному снаряду Африкен. Вот. И третье, это из третьих стран. Мы знаем, что, в общем-то, такая работа тоже ведется. Вот. Видите, ну, то есть, как бы, все это взаимосвязано. Хорошо, что мы видим сейчас вот в испанском Толедо эту встречу министров обороны, министров иностранных дел Европейского Союза. Мы видим, что Украина в центре внимания. И вопрос вот этой военной помощи, он там тоже центральный. Есть перспектива, потому что, ну, важно нам понимать, что нам, ну, как бы, будет ресурс на ближайшие четыре года. Это 20 миллиардов долларов только от Евросоюза. Это очень серьезная помощь. Хочу сказать, что наш бюджет, оно достиг позиции, военный бюджет. Пять миллиардов только, может быть, вот в этот предвоенный год. Да, вот. И то там из этого бюджета только миллиард выделялся на покупку нового оружия. Причем не всегда высокотехнологического. А тут пять миллиардов мы имеем на как раз на новое оружие. Ну, и плюс к этому будет США позиция. Потому что, в принципе, вещи эти очень дорогостоящие. И это и для Украины очень важно сейчас понимать, сколько будет стоить оборона. Потому что рано или поздно, ну, за вот эти, за сектор безопасности обороны придется платить в основном нам. Хотя, опять же, помощь, она может быть, ну, долговременная там, в том числе и от Арпийского союза. Еще также вот одно уточнение в контексте встречи в Толедо. ДПА сообщало о том, что Хосе Бурель, глава европейской дипломатии, предложил в будущем уже перенести обучение украинских военнослужащих на территорию Украины. Ныне, напомню нашим зрителям, обучение происходит на территории ряда государств, не только Европейского союза. Вот в контексте, к примеру, авиации, АБФ-16, возможно, обучение украинских военных на территории Соединенных Штатов Америки, обучение английского языка на территории, к примеру, штата Техас, если мне память не изменяет. Насколько вот такое предложение, оно соответствует вопросам безопасности в контексте как раз обучения, в контексте украинских возможностей? Ну, тут я бы сказал так, что за границей мы сейчас обучаем, по всей видимости, 10-15% от личного состава мобилизированного. То есть это немного, как бы. Но это очень важно, это очень большая помощь, потому что они обучаются на новых системах, которые мы получаем. А без этого обучения нам эти системы не дадут. То есть не будет новых танков «Леопард» без обучения персонала на них. Не будет там систем залпового огня МЛРС или «Хаймарс» без обучения. Также очень важно, что начали вот в последнее время обучать уже подразделения, ну, скажем, такого более высокого уровня. То есть это не там гнезвода, рот, это уже батальоны, может быть, даже больше. Это также очень важно. Очень важно, чтобы вот это, ну, скажем, оперативное искусство, которое у нас применяется, оно, ну, как бы, оно интегрировалось с западным, полностью интегрировалось. Вот. Много, как бы, общего. Ну, я так понимаю, что есть еще там определенные моменты, которые нужно, ну, доработать. Хотя, конечно, сама по себе характер войны сейчас, он очень такой, очень странный, очень интенсивный. И тут нужно дорабатывать, ну, вот эти вот теории ведения войны там и на Западе тоже. Вот. Но, опять же, это оружие, которое мы получаем, его максимальный эффект может быть только в условиях того, что мы вот эту тактику и оперативное искусство используем их. Что касается обучения на территории Украины, сейчас, ну, оно осуществляется только за счет, скажем, ну, силы Украины. И, возможно, есть большая перспектива, скажем, ну, таких, как бы, волонтерских организаций. Мы знаем, что с первых дней очень много волонтеров, в том числе и за границей, они оказывали помощь. Вот этот вопрос нужно использовать и, может быть, каким-то образом, ну, легализировать. Вот. Потому что, ну, да, у каждой страны, у каждой страны, которая нам помогает, есть собственное видение вопросов безопасности. По Украине сейчас, ну, в соответствии с правилами безопасности, даже, ну, ограничены передвижения представителей посольств. Опять же, вопрос основной – это угроза, потому что мы знаем, Россия наносит фактически каждую ночь удары ракетами, беспилотниками. Ну, фактически может наносить любую точку Украины, начиная от Львова, заканчивая там, ну, востоком, Донбассом, Краматорск, ну, Одесса, Киев. Вот. Поэтому, и вот эти вот, ну, скажем, я так думаю, тут вот это обучение может быть объектом ударов. Поэтому тут надо, пока мы, в общем-то, ну, мы справляемся все лучше и лучше с этой повитерными, воздушными нападениями. Однако все равно, ну, определенную угрозу и определенный вред они нам наносят. Поэтому я думаю, что вот это вот, как бы, тенденция правильная переносить как раз обучение в Украину. Для этого, кстати, в состав групп вот этих вот обучаемых сейчас за рубежом должны входить инструктора наших учебных центров и, может быть, военных академий, чтобы они набирались практики, потом прибывали в Украину и могли обучать в Украине уже непосредственно военнослужащих наших. Вот. Но в перспективе, я думаю, у нас, вот вы помните, что у нас в Украине действовало несколько международных вот этих вот проектов по обучению нашего персонала. Это были американцы и британцы и канадцы. В общем-то, очень много стран участвовало вот в этих проектах. И литовцы вели один проект сегодня. Но сейчас они работают все за кордоном. Все эти проекты восстановлены, но, значит, за рубежом. Я думаю, что как только будет ситуация стабилизирована, то это все будет возобновлено и для Украины. Потому что обучение и военное образование для нас сейчас являются ключевыми на пути к НАТО. Андрей Алексеевич, кстати, вот если говорить тоже о перспективах, да, то в Толедо, в повестке дня, также стоит такое предложение главы европейской дипломатии Борреля о создании фонда военной помощи Украины там на 4 года фактически, да, они хотят до 2027-2024 расписать ежегодные выделения. Вот как это Боррель комментирует, превратить существующую поддержку Евросоюза в долгосрочные и надежные обязательства по обеспечению безопасности Украины, в частности, и в сфере военной помощи. Вот такая на перспективу тоже история, когда будут какие-то фиксированные суммы, будут расписаны годы, это все-таки нам сейчас в плюс сыграет, либо наоборот затормозит некоторые решения, вот вы, в частности, вспоминали о средствах противовоздушной обороны, ведь фактически при каждой встрече, где обсуждается военная помощь Украине и помощь оружием, этот вопрос поднимается, он остается актуальным. Ну, это очень хорошо, сейчас уже отработан такой механизм среднесрочной помощи Украины, и эти суммы, как я сказал, составляют 5 миллиардов долларов в год. Это очень хорошо, потому что, опять же, мы понимаем, что система ПВО, которая была у нас, если мы про нее начали говорить, она свое уже отработала, то есть, ну, все ракеты уже, как бы, или большинство из них советского запаса израсходованы, сейчас мы в основном используем западные ракеты. Вот эти системы, которые нам дали, в том числе и сами пусковые установки ракеты, они идут, ну, фактически, ну, со складов наших партнеров. Я думаю, мы должны планомерно обеспечить наращивание нашей системы ПВО за счет, ну, покупки новых этих комплексов, а, ну, на них требуется определенный цикл производства и комплексов, и ракет к ним. А это очень большие деньги, это время. Вот, ну, например, ну, те же самые самолеты ВАЭ-16, мы говорим о том, что, вот нам их передают. Сейчас, ну, на боеприпасы к этим самолетам тоже существует очередь. И, ну, как правило, это даже не месяц, а это годы. И поэтому очень важно сейчас посмотреть, как вот тот набор оружия, который у нас сейчас формируется, а это все больше и больше оружия западного производства. Если это украинское оружие, то это тоже оружие, которое делается по стандартам НАТО. Как, сколько будет стоить его обеспечивать и каким образом мы будем дальше наращивать. Потому что, ну, как бы, я так думаю, что необходимость замены советского оружия на оружие западных стандартов есть безальтернативной. И просто, ну, чисто физически его уже нельзя использовать, потому что этим системам уже как минимум 35 лет там где-то. Поэтому очень хорошо, что такой план есть. Это действительно 5 миллиардов в год, которые будут направляться со стороны Евросоюза в Украине под ее контролем. И то, что я уже сказал, что я так думаю, что будет помощь нам и со стороны Соединенных Штатов Америки. Это даст нам возможность серьезно укрепить нашу оборону как раз современными технологическими платформами. А это основа нашей, ну, скажем, нашей качественного преимущества над противником, который имеет, может быть, лучшие количественные показатели. Андрей Алексеевич, спасибо большое за то, что к нам присоединились, поделились вашими мыслями. Андрей Алексеевич Рыженко, напоминаю, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил вооруженных сил Украины в 2020 годах к нам присоединился. Продолжение следует...